здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и сегодня я хочу сделать видео немножечко не не формате нашего скажем канала но для меня это можно сказать объяснение всем кто согласен или не согласен с моей позиции по поводу того что сейчас происходит объяснение с точки зрения науки физиологии психологии да ну то есть вот с точки зрения того почему сейчас все так происходит почему сейчас многие ну вот стали принимать какую-то определенную позицию на этом очень жестко стоять почему вообще все это откуда это берет корни и сейчас у меня на презентации за мной устрашающая картинка это пчелиный рой конечно же точнее пчелиный улей да и это довольно страшно было бы вот так близко подойти к этому улью почему потому что пчелы бы сразу меня искусали и несмотря на то что пчела при укусе теряет свое жало и после этого она погибает все равно их это бы не остановило почему потому что пчелы обладают врожденным альтруизмом альтруизм это основа патриотизма к откуда это берется у пчел это очень четко объяснено потому что все пчелы вот весь этот улей является одной большой семьей все они братья и сестры у них одна мама и для них это очень ценно очень важно они с гордостью погибают ну можно сказать так не знаю есть ли у них это качество да но для них это ну дело жизни можно сказать погибнуть за свою семью потому что ну определенные но определенная группа пчел с самого рождения воспитывается так чтобы быть охранниками да вот в каждой семье и кстати в каждой семье но если вы обратите внимание даже вот у меня например четверо детей и каждый из них обладает какой-то определенной особенностью да они все не похожи хоть они и дети одних родителей да но они почему-то все разные потому что в каждой группе образуются определенные направления и за эти направления берется какой-то член группы когда этих членов очень много то они распределяются одни охраняют другие там украшают третье готовят еду там 4 я не знаю нянчат малышей ну то есть вот все что-то делают да вот если группа то в группе образуются такие маленькие группки да и вот те пчелы которые занимаются охраной они этим занимаются с самого рождения они этому обучаются и они отдают свою жизнь не задумываясь ну вот о каких-то моральных еще каких-то страх у них нет страха смерти да ну в общем то вы понимаете да к чему я клоню то есть это такой взрослый ой животный альтруизм да и пример не только пчел но и муравьи также живут у них тоже одна мама они тоже все члены одной семьи и у них точно также есть муравьи охранники есть муравьи камикадзе которые разбра взрывают свое брюшко при опасности да и тем самым замедляют продвижение хищника например или ну как-то его обволакивают да ну то есть взорвав брюшко он дальше жить не сможет но тем не менее он идет на это и вот еще вам пожалуйста небольшой пример того как расправляются с опасностью муравьи давайте посмотрим вот богомол он питается кочевыми муравьями когда колонии грозит опасность один из первых муравьев бросается в пасть богомолу мантис тем самым он на время обезвреживает врага жертвуя при этом своей жизнью муравьям прибывает подкрепление расстановка сил меняется и хищник теряет голову перед лицом общей цели защиты муравьев жизни отдельных особей не важны здесь кроется темная сторона параллелей между миром людей и муравьев ну то есть вы видите что альтруизм это очень важная составляющая для того чтобы выживать до в животном мире и наши предки если бы они не обладали этим качеством то наверное нас с вами бы уже давно не было динозавры или какие-то другие животные нападали бы на людей если бы люди не сплочались против этой опасности да и не убивали то я думаю что у нас бы просто уже по уничтожали те животные и сейчас не наши дни не человечество было бы на земле а какие-то там животные да но так как наши предки обладали этим качеством это очень хорошее качество передается нам по наследству она но можно сказать очень глубоко в нас сидит так же как и многие эмоции на которых мы сегодня тоже поговорим да и вы знаете кроме альтруизма ну что составляет патриотизм это альтруизм плюс какая-то внешняя угроза когда ну например вот шимпанзе ну я не разбираюсь в обезьянах ну вот обезьяны допустим живут они какой-то стоит там но несколько семей предположим они объединились ну вот как мы с вами до объединились каждый выполняет какую-то функцию есть там и охранники и все ну то есть вот какая-то жизнь у них существует между собой они естественно и ссорятся и выясняют там какие-то вопросы по территории по тому кто главный да и в общем-то живут себе живут и тут бабах рядом с ними поселяется другая группа обезьян что у них происходит они просто группируются и создают определенную ну уже структуру более жесткую как кулак они ну все вместе сплочаются что очень важно и у них у всех появляется вот это качество патриотизм то есть за своих они готовы всех порвать но здесь уже приходит параллель такая с нашим можно сказать ну и и вообще для чего ведь они же могут там допустим подружиться со своими соседями но они чувствуют бессознательно что от соседей идет угроза да эти соседи могут съесть их еду они могут стать более сильными и захватить их территорию да то есть вот это вот сплочение происходит на основе какой-то опасности и теперь давайте перенесем вот это все на нашу с вами жизнь мы все как бы живем в цивилизованном обществе да и территории уже поделены да и в общем то есть какие-то правила законы мы по ним живем и в общем то зачем нам бояться до какого-то соседа но допустим наш наши там руководство решает что она в общем то можно было бы и вот стать территория до которая рядом там живут люди да они там как-то процветают или плохо живут неважно важно что территория интересная да и что сделать для того чтобы у нас возникло чувство патриотизма что нужно вот для того чтобы мы вот это альтруизм чтобы мы стали проявлять что для этого нужно а нам нужно сделать так чтобы мы все стали бояться вот этого соседа и тогда мы способны на проявление патриотизма так вот что сделать для того чтобы мы начали бояться ну конечно если к нам придут и скажешь слушай вот та территория получше там получше все растет давайте мы на нее нападем и заберем конечно же мы скажем ребят подождите у нас у всех там свои дела ипотеки дети там работа до который который которая которая хоть и надоело но она нас кормит что вы нам предлагаете куда-то пойти зачем-то воевать конечно мы не пойдем что для того что нужно для того чтобы мы собрались и пошли единым таким вот прям мощным кулаком на естественно нам надо хорошенечко испугаться и испытать к тем кто вот ну испугаться как мы должны понять что вот эти люди они неадекватные до что ну мы должны не только испугаться но еще и понять что они не люди потому что ну вот в нормальной с нормальной психикой вряд ли мы пойдем и даже соседа который там живет во дворце вот рядом с нами мы там живем в какой-то развалюхи да и рядом с нами сосед построил там дачу огромную ездит на крутом машине и шикарно просто живет и нам бы в общем то хотелось пожить в его доме да но мы же на это не идем потому что но для того чтобы там заселиться в его дом предположим нам надо его убить но каждый человек подумает господи да я лучше пойду за работаю да вот человек с нормальными нравственными принципами да он подумает ну зачем мне это да в конце концов религиозные какие-то установки до моральной установки мы же все далеко ушли от этих приматов да и в общем то этим гордимся но все-таки когда над нами есть кто-то кто претендует на территорию им нужно в нас развить страх и развить отвращение к противнику как это делается вообще для того чтобы развить отвращение но отвращение эмоция довольно но одна из первых которые позволили нашим предкам вообще выжить в условиях когда ну сначала мы встречались там две особи встречались друг с другом и показывали друг другу клыки да и показывали что если ты на меня нападешь я дам тебе хороший отпор потом опасность стала видоизменяться в виде разных болезней и мы стали вот отвращение или брезгливость стала включаться на какие-то вещи когда мы например там видим человека с прыщами или с какими-то потемнениями кожи или там еще с какими-то признаками начальными признаками болезни и мы стараемся держаться подальше отвращение это эмоции дистанцирования до дистанцирования от опасности и отвращение ну вообще наш мозг состоит вот из трех частей до самая глубокая самая пещерная можно сказать часть это рептильный мозг это ну прям такие инстинкты которые ну заставляют позволяют нам выживать да дальше идет лимбическая система это миндалевидное тело которое отвечает за эмоции чувства то есть ну там страх гнев удовольствие но такие вот более низменные чувства и самые уже можно сказать возвышенные чувства на более а культуре на и чувства это уже за них отвечает неокортекс это то место где рождается эмпатия любовь ну вот это уже кора головного мозга это уже более высокие это мышление память планирование это то что делает нас людьми да и вот это все развивалось постепенно вместе с нашим развитием мы все умеем читать мы все ну люди культурные и у нас хорошо разве развит неокортекс так вот отвращение рождается вот все таки неокортекс и да ну это вот одна из ранних эмоций которые вот когда появляется отвращение выключается вот эта часть головного мозга вернее даже коры головного мозга которая отвечает за эмпатию за жалость сочувствие восприятие людей как других людей как людей ну то есть вот вся ну вот знаете как природа гармонично и если там допустим кстати вот когда мы поели да вот хочется спать почему потому что вся кровь ушла в желудок для переваривали для переваривания пищи здесь та же самая система получается что вся кровь идет сюда здесь у нас включается отвращение и она полностью выключает все наши человеческие качества кроме того но политтехнологи они очень умные ребята они хорошо с этим знакомы они должны не только ну как бы на одном отвращении далеко не уедешь да ну там плохие неплохие неважно просто от них дистанцироваться да и в общем то все нормально но если включить еще и страх а страх рождается в более глубоких слоях мозга это вот как мы помним вот по первой схеме лимбическая система вот здесь рождается страх гнев а вот эти вот все первобытные чувства и вот это вот все включает уже более глубокие инстинкты и здесь уже человек перестает быть человеком он начинает ненавидеть лютой ненавистью и даже в общем то ну как бы вот получается механизм работает ну как бы это каще ну как-то глупо да вот с одной стороны мы же люди культурные у нас ну мы умеем отделять вот хорошее от плохого да но тем не менее когда идет вот такая вот работа с нашим мозгом через там да долгое а вот что касается вот здесь вот как попасть вот в эту часть головного мозга здесь уже работают ловушки нашей интуиции об этом я сейчас же тоже вам расскажу про ловушки нашей интуиции просто попасть вот в это все оказывается не так сложно понимаете вот при всем том что там я не знаю сколько у вас высших образований до сколько вы книг прочитали но вот это вот все все равно работает понимаете отключается критическое мышление благодаря тому что есть еще такие фишечки как ловушки интуиции о них я поговорю чуть позже но давайте вот все таки на примерах того что мы слышим да вот и что нам внушают вот как работают с нашими вот этими эмоциями причем обратите внимание сколько как долго уже с нами работает я посмотрела там тот соловьев работает с 98 что ли года на телевидении или 99 ну в общем давным-давно вот это вот все нам внушается и вот это вот опять таки еще одна ловушка интуиции но посмотрите страх как внушается украина рядом она вступит в нато если что бомбы долетят до москвы кроме того вот вообще полностью абсурдная какая-то версия про то что птицы-убийцы какие-то создаются в каких-то лабораториях но на самом деле мы с вами ну мы все вот один у нас генетический код с украинцами это ну вообще я я с украины и меня не отличишь от русской хотя может кто-то и отличит надо поэтому это вообще полный абсурд вот как можно против этого всего то что они там сами себя бомбят вот это вот все это абсурдные какие-то версии которые ну когда мозг хорошо промывается в течение какого-то времени то этой версии тоже ложатся на это ну на 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 наш мозг и воспринимаются то что там есть националисты которые ненавидят русских которые там в общем то и полный пол ну не знаю добавьте мне еще в комментариях вот эти все версии да вот по поводу страха да вот просто возьмите мне в комментариях напишите какие еще я я просто не вникала во все эти пропагандист пропагандистские ну я называю это грубее в своей в своей речи речи да ну вот тем не менее то есть вот включают нам вот эту картинку да для того чтобы включить отвращение к украинцам они не люди у них президент наркоман да они качают права вот кстати когда началась вот эта спецоперация да многие украинцы поехали на запад и появились ролики от якобы молдаван почему якобы потому что прям некоторых я видела и это это были явно актеры и я просто вот часто у меня включается вот это где-то я видела этого человека но если поискать то там явно это не просто людик но они там рассказывали про то что украинцы когда едут там не возьмут к себе в машину там тех кто идет пешком там когда появлю они приходят там на другие территории ну вот там на западе они начинают качать права в кафе говорите на украинской мове и при все кое всякую подобную чушь ну то есть вот нам еще создавали вот эту иллюзию что они немножко повернуты и да ну вот эти всякие фейки но то есть вот это вот все это как бы вообще в принципе вот это вся эта операция началась на основе вот этих фейков да фейки эти в общем то кто заплатит тот и получает нужную музыку да ну получается какая риторика да по большому счету получается родина-мать в опасности ее надо защищать от этих неадекватных людей а теперь включая вы ну теперь смотрим по ловушкам интуиции в какие ловушки ну я не знаю я ни в коем случае сейчас вот ребят никого не хочу обвинять я просто хочу объяснить как это работает вот сейчас я специально это делаю в виде видео они в виде прямого эфира потому что я буду отвлекаться на комментарии которые ну я уверена что будут не все лояльными да поэтому вот пожалуйста ловушки интуиции я выделила их 10 но если вам интересно можете почитать знаете кого даниэль каннеман у него 7 ловушек интуиции в общем то они подобны ну в общем то это все про ту же самую тему ну я вам сейчас 10 ловушек интуиции дам да и вы поймете в какие ловушки нас с вами загоняют с помощью там сми и всяких других вещей да кстати не отходя далеко от того что там вот она внушают что украинцы не люди там или еще что то что они там какие-то не очень хорошие но давайте вспомним о том что из украинцев очень много величайших людей которые сделали нашу культуру такой ну известный на весь мир да вот наши в нашей культуре тарас шевченко михаил булгаков гоголь анна ахматова борис гробовский секу игорь сикорский изобрел вертолет кстати борис гробовский изобрел электронную систему телевидения сергей королев вот как раз вся космонавтика наша она как раз из житомира что же теперь переименовывать да вот что они если не люди то значит но как же как-то не сходится владимир вернацкий может переименуем вообще улицы в москве до влади голда мэр она родилась в киеве мила йовович родилась в киеве роксолана илья ильф родился в одессе мила кунис в черновцах илья мечников считается основоположником эволюционной эмбриологии и иммунологии а кстати вот где корни птиц убийц да кстати я не подумала наверное зря сюда внесла мечникова до александр вертинский антон макаренко илья репин владимир дали александр довженко сергей прокофьев и еще многие многие другие кто родился в украине ребят но не нельзя считать что украинцы чем-то отличаются от русских это единая нация вообще всегда была есть и будет вы можете меня выключить после этих слов но я считаю что это вот это главное что я хочу донести да но тем не менее давайте к ловушкам интуиции перейдем значит первая ловушка это иллюзия истины чем чаще мы слышим какие-то утверждения и причем эти утверждения могут показаться нам на первый взгляд абсурдными но если нам каждый раз каждый день с экранов телевизора вдалбливают какую-то бредовую идею то рано или поздно любой человек в это поверит поэтому привет владимиру соловьеву и и же с ним вот вот это вот все работает вот рекламу почему заказывают много рекламы ну кстати сейчас уже там я сейчас слушаю радио совсем намного меньше стало рекламы что конечно большой плюс для слушателей но большой минус для радио компаний не знаю как они будут выживать но тем не менее реклама двигатель торговли и почему эту рекламу везде стараются напихать потому что чем чаще человек увидит эту рекламу услышит какие-то слова тем больше они попадут ему на в сознании да и тем глубже они внедрятся в наш мозг и тем больше шансов того что попав в магазин мы выберем именно эту марку именно этот бренд и так далее да дальше следующий фрагмент хорошее настроение притупляет контроль логики поэтому если вы хотите там не знаю если дети хотят попросить у мамы денег то пожалуйста сначала приготовьте что-нибудь маме вкусненькое а потом когда она будет в хорошем настроении или там не знаю что то сделайте хорош но это в общем то всем известно да мы для того чтобы получить что-то от человека сначала поднимаем ему настроение или подгадываем до поджидаем когда человек будет в хорошем настроении и тогда подходим к нему с просьбочкой да тоже очень хорошо работает но параллели проводите сами уже не буду вам сейчас параллелями заниматься параллели будут здесь эффект ореола да но знаете есть великолепная пословица если бы понты светились над москвой были бы белой ночи но это пословица наверное было актуально больше в мирное время сейчас конечно маски сброшены но тем не менее все равно вот это очень хорошо работала работает и будет работать а вот посмотрите как на примере вот нашей пропагандистской машины это все смотрите как нашего президента показывают человек ведет здоровый образ жизни ничто человеческое ему не чуждо да он ловит рыбу он занимается дзюдо он ездит на лошадке ой ссоре да параллель тут такая сомнительная простите простите ну вот такая картинка попалась да получается на лошади ездит весь такой замечательный белый пушистый мужчина мачо до такой мускулинный на но не очень но тем не менее а здесь пожалуйста вот вот вам пожалуйста такой непонятно какой да может он устал вообще да но сейчас очень активно сейчас я уверена налетят под этим видео комментаторы что он же наркоман и все такое ну то есть здесь можете написать мне можете там это все я не против ну просто вот как факт да вот видите вот этот контраст до контраст и вот вот этот эффект ореола до поймали по сути вот сейчас меня на поймайте да вот на каком-то моменте где я рот неудачно открыла или там поднесла к носу руки и сразу можно там не знаю рядом наложить картинку какую-нибудь там кстати у меня покраснело лицо тоже признак вегетативная нервная система реагирует ну и так далее можно вообще знаете такую версию просто это если надо будет я думаю найдутся люди которые и меня подведут вот под это же самое это легко делается сейчас просто легко вот эти всякие картинки накладываются вообще можете даже сами забить в яндексе в яндексе лучше гугли может будет более объективно яндекс это же чисто российская система да забейте зеленский наркоман и там выйдет вам куча разных картинок причем не на одной он не принимает а рядом с ним обязательно помещена картинка там вот и вот этой дозы да и вот обязательно это все то есть это чистейший эффект ореолы да вот ореол можно создать любой сейчас для этого все технологии да мы все обладаем навыками ну не все может но многие обладаем навыками фотошопа видеомонтажа и поэтому можно смонтировать можно все что угодно сделать чем в общем-то и не брезгуют дальше следующие два две ловушки интуиции я их объединю наверное вот четвертое что видишь то и есть и и пятое это автозамена ну знаете вот и есть такой анекдот про то что сидит девушка в ресторане к ней подходит мужчина спрашивать рыбонька к вам можно на что она отвечает рыбонька значит рыба рыба знать щука щука значит кусаюсь кусаюсь наш собака собака значит сука сука значит б товарищи он меня бы обозвал да вот здесь также это работает но еще знаете эффект такой бывает что ну вот там есть определенные такие вот реперные точки да вот как сказать когда мы собираем пазлы да ну вот много этих элементов и мы там насобирали какой-то фрагмент а часть пазлов пока мы собирали потерялась но вот эти потерянные фрагменты когда там отходишь на какое-то расстояние в общем-то их не видно да вот какие-то такие вот то есть главное набросать какую-то структуру да и наше бессознательное она сама все достроит да и вот получается как это работает нам набросали каких-то вводных да там и опасности но включили вот эти эмоции и дальше уже часть информации мы уже сами себе можем придумать да главное вот направление нашего мыслительного процесса на обозначить да дальше мы уже все сами себе придумаем сами увидим сами расстроимся сами обидимся сами расплачем ся сами возненавидим то есть все это все делается сами поэтому вот мы женщины кстати в этом плане намного более эмоциональные набу намного более подвержены вот этому этой ловушки интуиции до опасностям этой ловушки а дальше вот здесь хочу вернуться к нашему великому соловьеву ну просто великолепно грамотное решение с точки зрения руководства ну вот находить таких вот харизматичных лидеров да когда они очень ярко доносят свою мысль вот тот же жириновский почему он так пользовался успехом да потому что он хорошо пользовался этой ловушкой то есть получается доходчивые легкие простые слова аргументы там не знаю если еще дополнить это картинками жестикуляции это намного лучше заходит нежели простая монотонная речь и вот это тоже очень хорошо работает и поэтому когда мы видим соловьева он там не ну вот поначалу да вот пока мы еще не верили в это все но это было интересно смотреть да это было просто посмотреть поржать да вот кто-то включал жириновского да он постоянно что-то исполнял еще там в девяностых годах то там воду выльет на оппонента то еще что-то и это становилось просто самым просматриваемым моментом да ну вот если даже сейчас поискать это но это то что мы то что мы любим смотреть это эмоции эмоции заряжают к эмоциям все подтягиваются на эмоции любят смотреть почему в эти в средние века там во время казни весь город собирался чтобы посмотреть да это же зрелищно это и поэтому создай зрелищность и неси любую пургу тебе обязательно поверят надо следующий момент информация дело в том что мы все склонны больше доверять той информации которая ближе к нашим убеждениям если нам изначально вот внушили внушили опасность внушили брезгливость да вот в отношении людей из той территории да с другой то конечно же мы будем и искать подобную информацию ведь в интернете есть много информации и с одной и с другой стороны сейчас идет вот получается конфронтация да и мы можем находить разную информацию доказательства того что там допустим нам вру до с одной стороны и с другой стороны даже находить да ну вот что мы ищем вот это вот все зависит от того что нам до этого внушили а внушили вот получается сколько лет уже больше двадцати лет нам внушают что там вот они все едят младенцев там по кровь невинных младенцев пьют да или купаются в каких-то ваннах ну вот это вот полный абсурд понимаете но нам это внушают и рано или поздно любой человек начинает в это верить и поэтому к сожалению но что поделать вот так вот надо было убить в набат еще раньше ну ладно сейчас сейчас мы все таки продолжим рассматриваться рассматривать вот эту эти наши ловушки и вот одна из самых главных я считаю сейчас ловушек почему многие стараются как-то держаться подальше да не высказывать свое мнение да я понимаю что сейчас это опасно и я понимаю что я сейчас там нахожусь не на территории россии якобы умная смелая да но тут другой вопрос знаете ответственность вот ответственность очень легко когда за тебя принимают ответственности ты как бы ну вот возлагаешь эту ответственности ты думаешь что этот кто-то кто принял за тебя это решение он работает на твоей стороне а на самом деле это не так но ладно даже если ну как бы ладно это уже мое оценочное осуждение вот что касается ответственности нам очень удобно если кто-то придет и скажет я за тебя все сделаю ты сиди на диване спокойно просто меня поддерживать я сейчас пойду вот этого вот зазнавшегося козла который там ездит на очень крутой машине а чё это он вообще построил тут такой дом классный давай его за тебя сейчас замочу а ты будешь потом жить в этом доме это же нормальный вариант и в общем то вы можете даже он может вам сказать это очень иносказательно он может сказать слушай ну хочешь давай я щас это сделаю там ну там буквально ты просто закрой глазки и все и все ты даже не заметишь ты даже свидетелем не будешь и вот вот это вот нам кажется что мы как бы не становимся соучастниками от этого когда мы как бы молчим да это все без нас решили это все без нас сделали да мы как бы тут ни при чем но на самом деле это очень большое заблуждение но нам так удобнее нам кажется что за нас вот сейчас там кто-то кто-то какие-то чьи то сыновья там сейчас ушли туда да нам сказали что это за контрактники да мы и мы готовы поверить потому что иначе наша совесть начнет ну мы начнем начнутся угрузение совести это нам не подходит понимаете нам это неудобно совесть она очень энергозатратно она отнимает много сил а у нас ведь много проблем своих да нам надо как-то выживать сейчас цены поднялись работы стало меньше эти иностранные компании ушли соответственно много рабочих мест потеряно да нам надо как-то выживать нам надо платить ипотеку нам надо воспитывать детей у нас много своих задач зачем нам еще это ответственность да говорим мы себе и как бы успокаиваем себя но к сожалению вот этот механизм он сейчас будет насыщаться там а потом он будет насыщаться за счет нас всех вот так это к сожалению работает ответственность мы склонны переносить на других и это в нас опять-таки заложено и знаете это в маркетинге очень хорошо работает ну в общем то все вот эти вот ловушки интуиции они работают в маркетинге на нас по сути сейчас вот вот я то что перечисляю это вот просто применимо к политтехнологии до применимо это также и к маркетингу применимо это абсолютно в любой сфере от хоть в семейной жизни это можно применять да вот этот инструктаж как запудрить мозги да вот вот именно когда ты говоришь что да тебе вообще ничего делать не надо ты вообще можешь расслабиться я все сделаю за тебя это просто волшебная фраза и часто люди идут на это вот ради того чтобы сохранить свое собственное спокойствие дальше следующая ловушка интуиции это обесценивание если человек не может получить желаемое он просто обесценивает цель но в общем то здесь я не буду проводить параллели если захотите сами можете проводить но есть еще такая ловушечка да у нашей интуиции и еще человек убеждает себя в правдивости выбранного решения в том что ну вот он сделал все правильно когда уже ничего не вернуть и поэтому часто вот даже понимая что все как бы против да но ты же когда-то поставил эту подпись да ты же когда-то промолчал ты же когда-то выбрал спокойствие да ну вот и начинаешь оправдывать то что где-то пошел наперекор своей совести и дальше но к сожалению это никуда путь но в любом случае мы всегда находим оправдание даже самым неправильным решением мы всегда находим что-то хорошее в этом но в общем то и я я всегда так тоже вот в общем то еще в четырнадцатом году я тоже себя также убедила по поводу крыма я тоже надеялась что этим все и закончится и для меня был аргумент то что я надеялась что крымчанам от этого станет лучше да ну а кто там руководит ну не важно уже да ну как бы я закрыла на это глаза хотя мне тоже резан резанула по сердцу и для меня было показателем то что я слышала что там софия ротару отказалась принимать российское гражданство да в общем такой вот безрадостный эфир сегодня специально это делаю в записи чтобы не отвлекаться на комментарии которых я уверена будет много украине я желаю терпения добра благополучия всего самого-самого хорошего пока пока